МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Виктор Цой, Ника Турбина, Александр Башлачёв. Список можно продолжать. Талантливые поэты и певцы часто не доживают до 40, а их смерть трагична и загадочна. Принято считать, что творческих людей губит их образ жизни. Зачем же они сами приближают свой финал? Ранний уход кумиров? Случайность или закономерность? Уже после смерти современники будут анализировать их тексты и придут к выводу, что там слишком часто встречается слово «смерть». Родные и близкие вспомнят какие-то странные моменты жизни, а критики напишут – ушёл вовремя на пике славы, а иначе не стал бы легендой. Тут мне, знаете, какую-то закономерность вывести трудно. Вот, почему так случается. Но Витьке действительно так получилось, что было много дано сразу. Наверное, это влияние разных обстоятельств. То есть, с одной стороны, да, фактор молодости, таланта, поэтической натуры. С другой стороны, это, скажем, определённый образ жизни. Потому что не секрет, что стиль жизни рок-н-рольный, он сопряжён с определёнными эксцессами. Ленинград. 17 февраля 1988 года. Сводки происшествий. Сухая запись. У дома номер 23 по проспекту Кузнецова найдено тело мужчины. Предположительно, выпал из окна. Он не мог покончить с собой. Его спровоцировали или столкнули. Так считали многие. Однако истинные причины смерти Александра Башлачёва, иконы русского рока, не установлены до сих пор. Я был одним из первых слушателей песен Саши ещё в 83-м году в Череповце, в конце 83-го, зиму с 83-го на 84-й. И мне это очень нравилось. И я был убеждён, что ничего похожего нет. Но вымолвить сам, это не решался, потому что, ну, в конце концов, не знаешь, а что тут в Питере есть или там в Москве. Известный тележурналист Леонид Парфёнов в 80-е работал в Череповецкой газете. Как и Александр Башлачёв. Коллеги быстро стали хорошими приятелями. Я в жизни своей не написал ни одного стихотворения. Нет у меня такого дара. И судьба в результате другая. Я всегда понимал, что Ваксаша – это настоящая богема. А я, ну, просто служащий от творческой профессии. Парфёнов познакомил начинающего музыканта со знаменитым музыкальным критиком Артемием Троицким. Гений – это был Башлачёв. Ну, а гений – это вообще отдельная история. Гений – это, то есть, все идут по дорожкам, а гений ломится через бурелом. И с ним всё было немного по-другому. Троицкий охотно взялся за организацию подпольных концертов Башлачёва в Москве и в Ленинграде. Его вот этот космический полёт, он длился с лета 84-го по, фактически, конец весны, начало лета 86-го. То есть, это вообще два года, фактически. И за эти два года он создал, ну, я считаю, наследие, которое останется в веках просто. Два года. Потом этот фонтан творчества резко иссяк. Словно ему, как гениальному поэту, был отмерен короткий срок. Саш Баш перестал писать новые песни. Он пел старые и, как утверждают друзья, пытался что-то сочинять. Но за последние полтора года жизни так и не создал ничего похожего по силе на свои же ранние вещи. Он всё время думал, очевидно, про это, но говорить про это ему, очевидно, было больно. И не будешь ли с человеком говорить о том, что ему, ну, явно не в радость это состояние. При этом ничем другим он не жил. А если просто вспоминать его творчество и сколько он писал о смерти, как он предсказывал в том числе и собственную смерть, и писал, значит, о том, как он будет жить после смерти. Ровно за две недели до смерти Александр Башлачёв с беременной женой Настей заезжали к Артемию Троицкому. Как обычно, прощаясь, договорились созваниваться. И ушли они с девушкой Настей в ночь, и больше я его не видел. Так что, не знаю, люди, может быть, менее толстокожие и более чувствительные, чем я. Они это всё чувствовали. Спустя две недели в Ленинграде будут обсуждать страшную новость. Я помню, когда мне позвонил Артём, потом я разговаривал с Марианной Цой, но вот когда он позвонил и только начал говорить, я всё понял. Это была, да, вот такая ожидаемая неожиданность. 16 ноября 1988 года на мемориальном концерте памяти Александра Башлачёва в финале должна была звучать его песня «Время колокольчиков». Естественно, в записи. Но внезапно композиция заиграла во время выступления Виктора Цоя. Через 10 минут техническую неполадку устранили. Включили микрофон. Цой объявил, что по непонятным для него причинам песня Башлачёва зазвучала преждевременно. И после этого петь и играть ему уже не очень удобно. В этой песне есть такие слова. «Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков». Уже через два года, когда колокол отзвонит по самому Цою, многие вспомнят этот случай и посчитают его роковым знаком. Священник Сергей Рыбко, известный своими проповедями в рок-среде, был знаком со многими музыкантами лично. Он вспоминает. Виктор Цой терял на каждом концерте по несколько килограммов веса. После трёх финальных песен выглядел постаревшим на 10 лет. Он как живёт, так и поёт. И когда поёт, то, собственно говоря, это такое вот высшее проявление его жизни, по всей видимости. В роковом 1990 году Виктор Цой стал той самой звездой по имени Солнце в масштабе страны. Его концерты собирали по 70 тысяч человек. 26 лет он стал популярен. Мы вообще его перестали видеть. Ему некогда было. Мы раз в год, вот, 27-28 лет, там, мы уже раз в год увидим его, и было хорошо, понимаете. Вот. А перед гибелью, там, вот, 28 лет, когда он вообще к нам не мог приехать. У него там, тем более при «Азеншписце», там концертов у него было в месяц по 30, наверное. Нечеловеческий гастрольный график вполне мог спровоцировать тот самый несчастный случай на трассе с Лока Талси. Рок-музыкант Майк Науменко после похорон Цоя сказал знаменитую фразу. «В нашей стране желательно погибнуть, чтобы стать популярным». До гибели, как бы, ну, он среди равных, что ли, там, вот, со всеми, вот, может быть, даже не столь выделялся, понимаете. А после гибели его люди сразу почувствовали, кого потеряли. Сам Науменко умер через год и 12 дней от кровоизлияния в мозг. Обстоятельства его смерти окутаны тайной. Что же может быть общего между этими трагедиями? Если взглянуть на даты смерти и рождения Александра Башлачева, Виктора Цоя и Майка Науменко, то в глаза бросится одна и та же цифра – 27. У Башлачева это дата рождения, у Цоя это сумма числа и месяца рождения, а у Науменко это дата смерти. Не говоря уже о том, что Башлачев погиб в 27. Число 27 с языка чисел переводится примерно как «Человек в момент вмешательства в его судьбу божественного провидения» из справочника по нумерологии. Биограф Курта Кобейна Чарльз Кросс писал «Количество музыкантов, которые умирают в 27 лет, пугающе велико». Эту идею подхватили британские журналисты, введя в обиход понятие «клуб 27», объединяющие музыкантов и поэтов, умерших в этом возрасте. Трагический клуб объединяет не только роковой возраст. Все члены клуба 27 умерли неестественной, часто насильственной смертью, обстоятельства которой не выяснены и сейчас. Наверное, есть действительно какие-то закономерности. То есть, может быть, под эту закономерность подверстывается даже, скажем, такой идиотский факт, что в Советском Союзе молодежью человек считался только до 28 лет. 27-летняя поэтесса Ника Турбина шагнула из распахнутого окна в пустоту. Что это было, трагическая случайность или самоубийство, неизвестно до сих пор. Пятилетняя девочка из Ялты, Ника Турбина, боялась спать по ночам. Она страдала астмой и переживала, что задохнется во сне. Рядом с ней всегда были бабушка и мама. Однажды они услышали какое-то бормотание и решили, что девочка бредит. Потом, прислушавшись, поняли, Ника читает стихи. Неужели не детские строки о любви, о предательстве, об одиночестве написала первоклассница? Я очень люблю за одиночество, когда с тобой наедине я говорю о том, что хочется. И так не хочется, судье я могу одумать и несбыточно. А там штучи не к концу. Тихие Ники опубликовали в «Комсомольской правде». На утро девочка проснулась знаменитой. Ее другом стал поэт Евгений Евтушенко. С восьмилетней Никой он общался на равных и даже посвящал ей стихи. С Евтушенко Ника объездила всю страну. Побывала в Америке, ей рукоплескал весь мир. Он владел на сцену. Владел на сцену и в Америке, и в Японии. Она имела огромные залы. Она в Италии получила самый престижный приз за поэзию. У нас имела его только Анна Андреевна Ахматова. Золотого льва. Горькая слевиза. Горькая слевиза. В землю упадет. Я полыни трава. А потом о ней забыли. Взрослый гений не вызывает такого удивления и умиления, как ребенок-поэт. Алену Галич Ника называла второй мамой. Доверяла ей самое сокровенное. Она писала очень редко потом, после 14 лет. Она сказала, у меня такое ощущение, что Бог от меня отвернулся. Говорят, что свою смерть поэтесса предсказала сама. Или накликала. Работы нигде не было. Ее приглашали в вид. Что-то там не сложилось. Потом... У нее была такая тема самоубийства. Она хотела ее предложить. Сказала, не предлагай. Не возьмут они эту тему. Друзья и знакомые вспоминают. Ника была абсолютно неприспособлена к жизни. Начиналось пьянство. Она жила, она отношить не могла совершенно. Она жила с такой приятельницей. У нее была Ира. И время... Звонила Ира и по поводу скорой. Потому что она же зашита была. Но время три... Как мы не зашивали? Ничего у нас не получалось. Так был ли случайным трагический финал 27-летней Ники Турбиной? Она сидела то ли на третьем, то ли на четвертом этаже. И она тоже селась на окно. Неудачно повернулась. Она срывалась. Было совершенно не, так сказать, преднамеренное самоубийство. Это был несчастный случай. Трагические смерти в клубе 27 можно было бы списать на пороки современного общества и трагедии невостребованных гениев. Если бы не яркий пример из классики родной литературы. Один из самых загадочных русских поэтов – Лермонтов. Смотрите, вот пример для вас. Он горд был, не ужился с нами. Глупец, хотел уверить нас, что Бог гласит его устами. Михаил Юрьевич Лермонтов, полный тезка и потомок великого поэта, теперь возглавляет фонд своего знаменитого предка. Глубокое исследование творчества позволяет ему сделать заключение. Поэт – существо, наделенное сверхспособностями в самом широком понимании. Ему дано предсказывать будущее. Это человек, который видит этот мир из той точки, которая не находится вот в этом мире. Это, ну, если хотите, в теории относительности наблюдатель, наличие которого меняет само явление. Многие эксперты сходятся во мнении, что дуэль с Мартыновым для поэта стала способом безгрешного самоубийства. Известно, что семья Лермонтовых была весьма религиозной, и просто так наложить на себя руки он бы не смог. И, конечно, смерть у него в произведениях, конечно, практически с самого детства проходит. И это обычная детская сначала проблема, как же, как я могу умереть. И потом это вот ощущение, что ты, да, все равно умрешь, превращается в философскую категорию. Правда, был дуэльчик убит, но кто ж вот туда посылал-то? Сам порез. Николай Соломонович Мартынов, приятель поэта еще со школы гвардейских прапорщиков, был немало удивлен странным поведением однокашника при встрече в Пятигорске. С самого приезда своего в Пятигорск Лермонтов не пропускал ни одного случая, привязываясь к каждому моему слову, на каждом шагу показывая явное желание мне досадить. Я решился положить этому конец. Из показаний Николая Мартынова. Перед тем, как секунданты начали отсчет, Лермонтов снова оскорбил Мартынова, сказав, я в этого дурака стрелять не буду. И Мартынов выстрелил раньше времени, не стерпел обиды. И смерть его влекла своей ответственностью, своей необычностью. И, конечно, человек призывает своим поведением, призывает те события, в которые мы попадаем. Так неужели гении сами программируют свою смерть, понимая, что их миссия на Земле окончена? Все мы здесь делаем тяжелую работу. Вот и художник, и писатель, талантливый искусств, рок-музыкант, он делает тяжелую работу. Они ярко горели, и поэтому жизнь их так быстро испепелила, что они уже не могли стать взрослыми, они не могли стать скучными, зрелыми людьми. И вот опаньки, вот и все. И сгорели, и закончилась их короткая, но яркая биография. В 2011 году исследователи из Австралийского университета технологий подвергли сомнению феномен клуба 27 и назвали его существование результатом необъективного отбора фактов и случайных совпадений. Может быть и правда, когда умирает молодой талантливый человек, мы сами начинаем искать роковые знаки и символы, предвещавшие трагедию. Задумайтесь, сколько классиков прожили до старости и создали прочные семьи. Их гораздо больше, чем безвременно ушедших гениев.